В этом видео, ребятушки, привет! Мы с вами нарисуем такую девочку, профиль. Начинаем мы с вами, как обычно, с построения. Смотрим наклон и вертикальную ось ее лица. Наклон мы с вами смотрим относительно горизонтальной оси, именно горизонтальная ось. У нас мы можем стол даже смотреть, можем лист вот так вот положить, а то у нас будет прям горизонтальная ось, вот эта вот ваша нижняя часть. Мы можем себе здесь поменьше рисовать, чтобы понимать и видеть, что можно переносить пропорционально именно, не стараться прям. У нас нету здесь, опять же, цели перенести все размер в размер. Я пропорционально буду просто переносить, мне важны пропорциональности одной части относительно другой. То есть, насколько одна часть меньше, больше другой. И уже сюда я буду идентично их просто переносить, мне не важно, в каком размере оно будет. Так, у нас здесь вот горизонтальная ось. Здесь мы с вами повторяем наклон головы. И можем его еще здесь измерить, чтобы точно было. Так. Можно лишнее сразу немножечко подбирать. Так. Дальше мы с вами уже смотрим, это линия роста волос у нас. Пусть она у нас вот здесь. Мы можем выше ее поставить, мы можем ее пониже поставить. В зависимости от того, какой я размер хочу здесь сделать у лица. Линия роста волос, это подбородок. Даже подбородок пусть он у нас... Ну да, пусть у нас будет вот эта вот точка. Мы ее все равно потом туда-сюда будем двигать. Пусть она будет, пусть она вот даже будет прям как у нас идет подбородок, кость вот эта вот сама, да. Примерно. Потом еще там ее, если что, будем корректировать. Так. Мерим. О, наклону. Дальше мы с вами можем делить на три части, как я люблю, да. Это у нас получается брови, нос и расстояние от носа до подбородка. Либо можем мы пополам поделить вот эту линию, потому что у нас здесь точки линии роста волос нет. Вот мы здесь с вами отметили линию челки, где начинается. Здесь вот эта вот точка нам неизвестна, мы ее даже не будем брать во внимание, не будем ее здесь даже придумывать. То есть мы с вами давайте пополам разделим вот эту вот ось. Смотрим. Ага. Идеальте. Здесь тоже делим пополам. Смотрим. Ага. Проверяем обязательно. И дальше мы каждый из секторов еще раз делим пополам. Смотрим, что у нас попадает в это половинчатое деление. Здесь у нас губы. Намечаем. Здесь у нас получается вот этот сектор еще можем пополам поделить и здесь уже найти нос. Отмечаем, какой он по наклону. Смотрите, обязательно у нас вот в этой нижней части есть наклон. Нижней части носа, которая идет у нас вниз смотрит. Вот эта вот плоскость. Она у нас имеет определенный наклон под нашим углом. Даже как мы и смотрим на девочку, здесь у нас есть конкретный наклон. Мы можем, конечно, смотреть вот эту вот линию, можем смотреть вот эту линию, можем смотреть вот эту линию, которая соединяет крайнюю точечку вот эту вот. И точечку самую глубокую. Можем вот эту линию смотреть. Раз, два, либо три. Без разницы. Здесь важно, чтобы вы понимали, от чего вы устроите. Так. Дальше мы вот эту вот часть тоже делим пополам. Проверяем. Вот эту вот повыше. И относительно этой линии смотрим, где у нас брови. Делим пополам. Брови будут чуть ниже. И смотрим относительно вот в этом секторе, где у нас находится глаз. Пополам делим. Наклон смотрим, да, по какой линии у нас. Эту линию я обычно, вот эти все деления я делаю, стараюсь делать перпендикулярно вот этому наклону, именно наклону головы. Так. И у нас здесь, получается, по вот этой линии будет находиться глаз. Вопрос, на каком расстоянии, да, он здесь у меня будет находиться. Для этого мы с вами сейчас сначала нос построим ей. У нас здесь будут бровки. Вот здесь. Ноздря. Вот мы видим, что она пересекает вот эту линию вертикальную ось, которую мы с вами изначально нарисовали. Дальше у нас вот эта линия. Она будет в одном наклоне, в одной плоскости, что и наша вот эта граница, что вот это ребро носа, которое у нас идет на внешнее вот это вот ребро, на внешней линии, на внешнюю сторону выходит. То есть мы с вами... Ну, можно найти вот эту вот точку, где у нас перегиб с вами идет. Перегиб у нас идет чуть выше линии глаз. Вот мы сами ее нашли, чуть выше линии глаз. Вот он. Видим, что у нас там идет одна точка перегиба. Не нужно ее очень резко отмечать. Она у нас все примерно здесь идет. Сначала на этапе построения все идет примерно. Небольшой шажок здесь сделаем. Вот это вот расстояние. И ноздря. Вот она. Перепроверяем визуально, нравится ли нам все, что у нас здесь получается. Тут же можем губки сделать уже. Верхняя губа помельче вот эта вот часть. Вот эта покрупнее. Смотрим, что они у нас идут на одной линии. Бывает, что иногда нижняя губа идет объемнее, либо верхний объемнее идет, либо подбородок немножко задвинут внутрь. И у нас сами по вот этой вот линии, которую мы сами можем уже найти относительно нашей построенного крылышка носа, идет уголочий губ. И относительно этой же линии проводим ее наверх, параллельно вот этой оси. Мы сами находим глаз. Чуть правее. Вот здесь у нас с вами идет практически прямая линия. Наверху линия айлайнера, да, вот такая. Давайте ее здесь с вами обозначим. Вот она. Это верхняя точка глаза. Сюда ее никуда мы не тянем. Самая верхняя точка в изгибе глаза у нас будет находиться в самом уголочке ближе к носу. В таком ракурсе именно так. Расстояние. Размер глаза. Смотрим. Относительно. Расстояние переносится до внешнего края, до внешней границы. Здесь также мы с вами можем отметить, что это чуть меньше. Вот он. Смотрим форму нижнего века. Вот он перегиб. Айлайнер. Смотрю, чтобы меня все устраивало, что получается. Чтобы не было никакой нелепости и даже просто оценивающим взглядом. Продолжаю дальше. Могу здесь губки дорисовать слегка. Смотрю на их форму, на линии все. Так. Верхняя века здесь у нас идет. Дальше смотрим у нас бровь. Но бровь мы также можем найти относительно вот этого расстояния между вот этими двумя адрентичными линиями. Чуть ближе к правой оно будет. А точку уровня вверх-вниз мы уже нашли до этого. Так. Линия перегиба брови. Вот она. И от этой, эту линию перегиба мы смотрим относительно вот этого расстояния и вот этого расстояния. Смотрим, насколько у нас вот это расстояние больше вот этого. Примерно в целом вот этом отрезке. Целый вот этот отрезок мы с вами намечаем. Также идентично в наклоне вот этой первой линии. Смотрим расстояние от глаза. И в принципе здесь можно по айлайнеру, да, посмотреть. Вот она. Линия брови. И смотрим здесь пропорциональность. Вот эта вот часть чуть меньше левой части получается. Вот эта часть чуть меньше левой. Правая чуть меньше левой. Ну, примерно вот здесь она будет. Можно смотреть еще по глазу, как она пересекает глаз. Как она его отсекает, да, какую часть. Здесь бровь меняет линию направления и уходит вниз. Здесь мы немножечко видим левую часть лица, которая у нас спряталась за поворотом. Глаз. Линия ресниц будет идентична линии ресниц по уровню. Глазу, который мы с вами видим. Поэтому нас интересует вот эта линия. Вот так. Ну, собственно, самое все построение мы с вами сделали. Дальше уже у нас идет детализация вся. Согласитесь, что несколько раз во время построения мы с вами думаем, господи, что-то получается, какая-то ерунда. Но на самом деле, если все вымерять и периодически себе давать несколько секунд на оценку того, что у вас в итоге получается, то вы сможете вовремя исправить что-то. Ушко. Здесь мы с вами линию проводим параллельно вот этой линии. И расстояние до уха мы с вами, в принципе, можем посмотреть, измерив расстояние от переносицы до айлайнера. И его сюда отложить и посмотреть, как далеко еще ушко у нас здесь начинает, вот эта нижняя часть. Чуть подальше даже. Вот это берем. Сюда откладываем. И чуть подальше вот здесь у нас будет ушко. Если у вас получается так, что, к примеру, вот вы отложили вот это расстояние, видите, что получается, что попало, либо сильно много, либо сильно мало, значит, нужно проверять вот эти вот все замеры. Потому что если вы начнете исправлять только вот эту улучшенность, например, увидели, да, что ухо сильно, например, далеко получаются в соответствии с вашими вот этими замерами, которые мы сейчас сделали, вы ухо-то исправите. Здесь у вас, значит, где-то есть недочет, поэтому нужно не просто ухо поближе поставить, да, а посмотреть, еще проверить здесь вот эти вот все ваши замеры, если вы хотите здесь еще недочеты в это время чекнуть и их изменить, подправить. Дальше нам с вами нужно посмотреть вот это расстояние до макушки. По вертикальной линии именно смотрим. Здесь у нас, ну, до серединки крыла носа, вот из этой точки смотрим до серединки крыла носа, вот так. Ага, и наверх сюда откладываем. Все мы с вами замеряем по идентичности. Вертикальную ось вниз смотрим, куда упекается, на бровку. Ну да, вот сюда вот я ее поставила. Вот эта линия вот с этой, смотрим, как они у нас играют в параллели, как они друг с другом соотносятся к прическам. Ну вот, построение наше с вами готово. Остальное уже все, идет детализация. Уборка резинкой. И с этой теневая работа, конечно, чтобы мы сами показали зрителю, какие формы у нас идут в нашей картинке, потому что формы, именно формы у нас сами делаются за счет светотеней. Вот так.